Жительница жилого массива Сайрам не может отойти от шока спустя месяц. В ее дом пробрались воры, пока женщина была на работе. Домушники проникли через окно и вынесли из квартиры драгоценности на 3 миллиона тенге и деньги 300 долларов. Первую минуту сразу же обратилась в полицию, вызвала. Они пришли, опечатки взяли, везде посмотрели. Там следы были. Как он, в какую сторону, через какую дорогу, куда вышел. Потом отпечатки были. Я ждала, ждала ответа. Я спрашивала, что происходит, есть ли какие результаты. Но я всегда слышу ответ вежливый. Мы работаем. Но пока тишина, месяц прошел. Что обидно, да, до сих пор. Ладно, деньги, это все. Я сама я с матерью один, у меня двое детей. Я сама работаю. Когда у меня дети рождались, я грудным ребенком работала. Я не отдыхала. Я вот работала, работала, чтобы заработать что-то. Копила для детей. Вот вор приходит, средь белого дня спокойно заходит, ломает мою стену, мою решетку, спокойно работает. Жалоб на нераскрытые квартирные кражи в Казахстане немало. Но количество заявлений ежегодно снижается, уверяют в МВД. С начала года задержано больше 600 квартирных воров, 36 из которых гастролеры-домушники. Они обносили дома в разных городах страны. Перед судом предстанут и 29 преступных групп. В результате принимаемых мер за последние пять лет количество квартирных краж снизилось на 33,4%. Так, если в 2017 году было зарегистрировано 37 тысяч квартирных краж, то в 2021 году их зарегистрировано не более 12 тысяч. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году, где их количество снизилось на 7,1%, а также улучшена раскрываемость на 1,7%. Чаще на квартирные кражи идут рецидивисты. В 2019 году неоднократные кражи перевели в разряд тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Воры с каждым годом совершенствуют криминальное мастерство, используют современную технику, приобретают и изготавливают инструменты для вскрытия дверей и замков. Установить дверь с хорошими замками, чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. Еще полезно будет установить защелку изнутри, или же повесить старую добрую цепочку. Очень полезным вариантом является установление цельнометаллической двери. Также важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь, а наружу. То есть, установив дверь таким образом, вы минимизируете возможность преступникам выбить ее, вытолкнуть и какие-то воздействия совершить на эту дверь. Чтобы между дверью также необходимо не было каких-либо зазоров между дверью и дверной коробкой. Воры проникают в жилище через окна. Лучшие с точки зрения безопасности стационарные решетки. Их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы жителям первого, второго, третьего и последних этажей. А также тем, чьи окна выходят на козырьки подъездов и проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами. Есть такая услуга, как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно невозможно разбить камнем или же молотком. Еще один способ обезопасить свое имущество, свое жилье. Это установление роллставни. Такие жалюзи это отличный вариант для дачи или же частных домов. Они оснащены защитой для проникновения снаружи, зато изнутри открывается и закрывается нажатием кнопки. Можно установить профессиональную сигнализацию. То есть при проникновении в жилище срабатывает оглушительный сигнал, рев, поступает сигнал на пункт охранной организации, направляется группа быстрого реагирования, после чего происходит задержание преступников. Также имеется автономный GSM сигнализации. То есть здесь в случае проникновения в жилое помещение поступает смс-уведомление самому владельцу квартиры, после чего он сам уже самостоятельно просит соседей проверить или же вызывает полицию. Не стоит хранить деньги в шкафах, комодах, письменных столах и под матрасом. В квартире не стоит хранить деньги вообще, по крайней мере, если речь идет о крупных суммах. Если вы думаете, что есть места, о которых не знают воры, то вы очень ошибаетесь.